Приветствую! 200 тысяч человек призовут в Украине до конца 2024 года, а призывать нужно с 20 лет. Поговорим о этих заявлениях, которые появились в публичном пространстве и о том, как грядущее усиление мобилизации уже отображается в законодательстве Украины. Начнем мы с заявления Романа Костенко по поводу возраста мобилизации. Уже не в первый раз он в публичном пространстве заявляет о том, что нужно призывать с 20 лет. И когда он говорит, что это его личная позиция, окей, мы с ним не спорим, это его личная позиция. Мы с ним не будем спорить здесь. Но что нас беспокоит по-настоящему? По-настоящему нас беспокоит то, что когда он об этом говорит, он все время ссылается на наших западных партнеров. И вот в последнем интервью он в прямом эфире сказал, что, мол, когда нам выделяют оружие, конгрессмены задают вопросы и высказывают свое недоумение, что, мол, как так в воюющей стране вы призываете только с 25 лет? Почему, мол, вы не призываете 18-летних? И вы знаете, что меня удивляет, что депутат выходит и это открыто говорит. Это депутат, за которого голосовали вполне возможно те люди, которым сейчас 24 года. Да, может даже те, кому 23. Уж точно их родители, вот тех ребят, которым сейчас 18-20 лет, уж точно есть их родители, которые голосовали за этого депутата. И он вместо того, чтобы сказать, что дорогие наши западные партнеры, пожалуйста, не вмешивайтесь в процесс призыва мобилизации в Украине. Почему? Потому что это внутренний вопрос, и я, как депутат, за которого эти люди голосовали, вот я представляю их интересы, я говорю, не вмешивайтесь в это, мы сами разберемся. У нас есть законодательство, есть Верховная Рада, и мы здесь будем решать сами. Нет, вместо этого он говорит нам, что, мол, западные партнеры от нас просят. Нет, так, ну пусть просят. Западные партнеры говорят, что они нам будут помогать. Так, помогайте, помогайте. Вы, дорогие западные партнеры, ну можете, не знаю, прислать нам своих 18-летних граждан. Но вы же этого не сделаете, понятно, это бред сивой кобылы, я говорю. Но, вот, знаете, это вот то, что внутри, да, но если вы это рекомендуете нам, так, может, вы и сами вмешаетесь в это. Может, наши дорогие западные партнеры, наконец-то, соберутся в рамках ООН, и ООН выразит не только обеспокоенность, а еще что-то сделает. Ведь у них есть механизмы, они могут сделать. Но почему-то этого не делается. Почему-то вместо этого нам говорят, что западные партнеры возмущены, и это возмущение передают нам. И таким же образом они что делают, ну депутаты, я имею в виду, они скидывают ответственность, да, что, мол, это не мы, это же не мы будем голосовать, да, это западные партнеры. Нет, дорогие, голосовать будете вы, вы будете принимать это решение про призыв с 20 лет. К счастью, пока это лишь разговоры, законопроекта такого нет на сегодняшний день. Но это ничего не значит. Мы знаем, что он появиться может очень быстро, очень быстро может быть проголосован и, собственно говоря, вступит в силу. Если будет на то, так сказать, ну назовем это волей депутатов, да, они же голосуют за этот закон. Вопрос, ну вопрос открытый. Как быстро снизят возраст мобилизации? Почему? Потому что если об этом говорит секретарь профильного комитета и говорить не в первый раз, и не только он говорит, то мы понимаем, что есть некая лобби, которая толкает эту мысль. И, скорее всего, она может превратиться в реальность с учетом той обстановки, которая у нас есть. И в этом плане вот та директива, о которой мы недавно говорили, которую якобы там запретили призывать там до 25 лет, она не будет не иметь никакой силы, если поменяют закон. А перед тем, как мы перейдем к следующему вопросу, хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации там гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале. Также я стараюсь отвечать там на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к этому видео. Теперь по поводу того, что нужно мобилизовать 200 тысяч человек до конца года. Это вопрос, который не решается с законодательством Украины. Это вопрос, который решается на уровне министерства и генштаба, да, которые там планы эти ставят и все. И пошли все выполнять их. Ну, все, я имею в виду, ТЦК и СП, да, и другие органы, которые ответственны и включены в процессы мобилизации. То есть, что я имею в виду? Вот эта информация о том, что до конца года 200 тысяч должно быть мобилизовано, эта норма не должна быть где-то зафиксирована в законе, там, в законе о мобилизации, законе ОВО и ВС, в постановлении 560. Нет, эта норма, она где-то там закреплена в каких-нибудь, опять же, директивах, распоряжениях генштаба или Минобороны. И, скорее всего, вот, ну, такой план есть, по меньшей мере, никто это не опроверг. Теперь переходим к вопросу законодательства о мобилизации. Его уже изменили. Уже на сегодняшний день Кабмин изменил постановление 560, 34 пункт. И что он сказал? Он сказал следующее. Он сократил период, в течение которого человек должен явиться в ТЦК. Что имеется в виду? Мы знаем, что предусмотрены постановой 560 повестки почтой. И мы знаем, что там было написано, что когда отправляется повестка почтой, то дата явки должна быть не ранее, чем 14 дней с момента отправки. А что они теперь говорят? Теперь они говорят следующее. Что дата явки должна быть не позже 7 дней, если это областной центр, и 10 дней, если другой город, другого значения. А что это значит? А это значит, что де-факто, не де-юре, а де-факто, у каждого из нас появилась сейчас обязанность проверять почту. Де-факто, подчеркиваю, де-юре, такой обязанности ни у кого нет. Она не предусмотрена ни одним законом Украины. Ни одной постановой. Но де-факто, для того, чтобы не оказаться в розыске ТЦК, для того, чтобы не получить штраф, человек должен ежедневно проверять почту, и как только вот увидит уведомление, все, нужно бежать на почту, получать письмо с повесткой и идти в ТЦК, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности. К административной ответственности за неявку по повестке, имеется в виду. Соответственно, а что будет, если Укрпочта немножечко ошибется? Вот что будет, если уведомления мне вложат в почтовый ящик чуть позже? Я это не просто так говорю. Я говорю это потому, что я знаю, как работает Укрпочта. Я как адвокат, я получаю документы. И я знаю, как ты проверяешь ящик. Там ничего нет. Приходишь на следующий день, а там лежит уведомление. И это уведомление датировано датой, которая была там три дня назад. Как интересно бывает, получается. Но что, если так произойдет с обычным человеком? Он будет в итоге нести ответственность за то, что кто-то не выполнил своевременные обязанности. Ну, классно. То есть, дополнительные усложнения. Вот теперь каждому нужно проверять почту. Каждый день, чтобы не пропустить. Иначе розыск, потом будет задержание полиции и ТЦК наложат штраф за то, что ты не явился по повестке вовремя. Как бы с одной стороны, я понимаю, что ситуация такая, но тоже она не внушает какого-то оптимизма. Вот такая ситуация у нас, друзья. Других изменений законодательства о мобилизации пока нет. Ну, о последних там я снимал уже видео. Ничего нового пока нет. Буду держать вас в курсе. Поэтому, чтобы их не пропустить, подпишитесь на мой YouTube канал, подпишитесь на Telegram канал. Вот его название здесь вы видите. Ссылочка на Telegram канал есть в описании к видео. И как только что-то появится новое, обязательно сделаю видео и разъясню, какие у нас, хотел сказать, новые права появились. Нет, скорее, какие у нас новые обязанности появятся. Потому что на права уже нет особой надежды в этом плане. На этом у меня все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.